МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О самом интересном и важном в Нижегородском регионе расскажут журналисты областных телекомпаний. Смотрите выпуски новостей губернии. Нижегородские добровольцы отправляются в зону СВО. Звание заслуженной ветеран Нижегородской области получили 27 жителей региона. Ученики школы номер 131 познакомили губернатора Глеба Никитина с проектом «Эко-умницы». Неподруга далекая, парни в песню шлют. Такими патриотическими песнями Нижегородская рок-группа «Лампасы» вдохновляет на победу ребят, которые отправляются защищать родину. Настрой у парней боевой. Уже собирался не первым днем. С мышцами я собрался. После происходящих событий там сердце начало екать. Едем сражаться за нашу страну, за нашу свободу. Победа будет за нами, потому что мы Россия. У нас никто никогда не побеждал. И так и будет. Пора, как говорится, не постоять за страну, потому что сам с военной семьей и отец, продолжать дело его тоже, подавать пример, да и ребятам помочь тоже, которые там много друзей воюют. Русские вперед, победа за нами. Поддержать добровольцев пришел и Дмитрий Грачев, ветеран СВО, кавалер двух орденов мужества за выполнение боевых задач. В прошлом командир десантно-штурмового взвода. Сейчас мужчина работает в должности заместителя министра внутренней региональной муниципальной политики Нижегородской области. Вы являетесь примером для всех тех, кто еще сомневается. Я хочу вам сказать, чтобы вы все как можно скорее вернулись домой здоровыми и живыми. С поставленной, выполненной боевой задачей. Новобранцы отмечают, что советы опытного бойца имеют для них большую ценность. Дал нам напутствующие слова, очень сильно поддержал. Хочу, чтобы мой сын жил в дальнейшем в спокойствии в мире. Дмитрий Грачев также ответил и на вопросы по поводу выплаты социальных гарантий. Так, при заключении контракта с Министерством обороны в военкоматах Нижнего Новгорода единовременные выплаты сейчас составляют 1 миллион 205 тысяч рублей. Кроме того, действует механизм заключения военно-социальных контрактов, который дополнительно гарантирует семье контрактника 10 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Служба информации Артем Коротков. 27 жителей региона получили почетное звание заслуженный ветеран Нижегородской области. Церемония вручения наград прошла в усадьбе Рукавишниковых. Нагрудные знаки и дипломы получили те, кто достиг высоких результатов в различных сферах деятельности, внес большой вклад в развитие ветеранских движений и всего региона. Почетное звание заслуженный ветеран Нижегородской области учредили 20 лет назад. Присваивают его дважды в год. В мае – ко Дню Победы и в октябре – к Международному Дню пожилых людей. После выхода на пенсию я уже более 20 лет занимаюсь в Совет ветеранов, веду общественную работу, считаю лекции, беседы. А главное – моя, так скажем, забота и обязанность. Я хожу вот почти 40 лет по школам Сорумского района, встречаюсь с детьми и провожу с ними беседы, считаю им лекции. Тематика моя разнообразная – это история, это народное положение, а сегодня это разговор о важном. Я уже имею все три звания – ветеран, почетный ветеран Нижнего Новгорода и заслуженный ветеран Нижегородской области. 24 года я возглавляла Совет ветеранов завода «Красная Сурмала». Я приехала сегодня поддержать мужа, порадоваться за него тоже. От имени губернатора Криво Сергеевича Никитина хотел бы вас всех поздравить, поблагодарить. Действительно, это звание присваивается людям активным, патриотическим, которые доказали своим жизненным путем, трудовым путем, свою любовь к родине, своим трудом, свою любовь к семейным ценностям, к отчизне. За вашими печалью большой трудный жизненный путь, полон испытаний, побед, густанного труда и преданности своему делу. Ваша любовь к большой, так и к малой родине, ваш опыт, ваша мудрость, ваш оптимизм вдохновляют наше молодое поколение идти к победе. Братья Игорь и Глеб Лемоны показывают губернатору технику, которую применяют для своего экологического проекта. Автокомпостер перерабатывает отходы из школьной столовой. Перерабатывает. Все, любые, любые. Квости, фрукты, овощи, все что угодно. И что она делает? Обрабатывает бактериями, теплом, а потом, по сути, делает удобрения. За один цикл машина обрабатывает 25 килограммов отходов, работает в течение суток, в результате выдает примерно от 2 до 4 килограммов качественного компоста, который идет в дело. Мы либо используем для изменения школьной территории, либо же мы используем, так скажем, просто исследуем их. Проект «Эко-умница» реализует команда инициативных школьников. Свою идею с переработкой пищевых отходов они уже презентовали в Москве, ее поддержали в Совете Федерации и Агентстве стратегических инициатив. А еще ученики выиграли 4 гранта Росмолодежи и дважды становились лауреатами международной премии «Экология – дело каждого». Сейчас главные цели проекта – социальная и научная, но есть и другие планы. Конечно, у них в планах это масштабировать, то есть развить до коммерчески прибыльного дела. Тоже очень полезная практика, конечно, если это начинается с школьных лет. К слову, идею поддерживают и другие учреждения. Уже сейчас к проекту «Эко-умница» подключились 6 школ Нижегородской области и 3 соседских центра. Служба информации Елизавета Виноградова. 26-я агропромышленная выставка «Золотая осень» проходит в Москве. Это одно из самых масштабных событий в области сельского хозяйства. Здесь российские регионы могут представить свои достижения и успехи в этой отрасли, а также обсудить ключевые вопросы развития сельского хозяйства. Нижегородская область ежегодно принимает участие в выставке. В этом году 50 представителей стали ее участниками. Мы привезли очень много единиц продукции. Более 20 видов представлены на наших витринах. Мы занимаемся и разработкой мясных изделий. У нас очень много новинок. В этом году мы представили новейшую линию – это толстого и хлеба. В этом году была поставлена линия производства толстого хлебов. Уникальная в нашем регионе линия по производству именно толстого хлебов. Поэтому здесь мы представили продукты этой серии. В жутноводческом павильоне коровы и лошади из муниципалитетов региона коровы бурой швейцкой породы завоевали золотую медаль. Надой за прошлый год составил примерно 7 тысяч килограммов, а средняя жирность молока – около 5%. Здесь представлены и самые редкие породы лошадей – орловская, рысистая и терская. Важно отметить, что их выводили у нас, в России. Изначально до самой поездки на выставку происходит подготовка. Это заключается она в том, что мы коров стрижем, моем, подготавливаем к выгулке, то есть приучаем их к выходу на проход по арене, чтобы они шли ровно, слушались. Когда мы начали собирать этот племенной материал, по всей стране списывались, выменивали, выкупали, то есть собирали как жилтужники, как гейцы, как бусы, весь наш косяк племенных лошадей. Нам удалось выкупить 12 голов в Савархольском конном заводе. Сегодня у нас более 70 голов терцев. Мы одно из трех самых крупных хозяйств в стране, которые занимаются разведением этой породы. На агропромышленные выставки и подписание соглашений с отечественными инвесторами о развитии сельского хозяйства в нашем регионе. Подписывали соглашения. Шесть соглашений в целом мы в этом году на золотую осень подписали. Ну, такое значимое для нас, для области соглашение. Борская промтехника, да, сразу на 10 роботов. Это, кстати, продукция, роботы отечественные, которые производятся только в Нижегородской области, только в Борском районе. Мы подписываем соглашения, которые всегда стараемся, чтобы были не просто соглашениями на бумаге, а были реализованы. Так, некоторое время назад мы здесь подписывали соглашение о сотрудничестве, допустим, с холдингом «Шахунское молоко». И это предприятие уже построило новый завод в городе Нижний Новгород. Отрадно, что все эти проекты реализованы с помощью, в том числе, мер государственной поддержки. Как признаются нижегородские участники, выставка не только дает возможность представить свои достижения и успехи, но и помогает обмениваться с коллегами знаниями, опытом, новейшими технологиями. А также помогает найти партнеров по бизнесу. Служба информации Анастасия Соколова, Михаил Городников. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова